Четыре года назад я сделал видео о эпичной разрушаемости в играх, ссылочка в описании. Настоятельно рекомендую ознакомиться, дабы попусту не обвинять меня в забывчивости. А теперь пришло время долгожданного, как мне хочется верить, сиквела. И кстати, привет! С вами Айвори. Всем приятного просмотра и... понеслась устраивать дестрой. Тирдаун это весьма необычная игрушка, сочетающая в себе несколько поджанров. Головолом, куписочницу и стратегию с элементами спидрана. Если в двух словах, то суть Тирдаун сводится к выполнению различных заданий и грамотному планированию кратчайшего пути отступления, который зачастую лежит сквозь многочисленные преграды, плюс осложнён временными рамками. И вот тут-то мы и подходим к главной фишке игры — тотальной разрушаемости окружения. Мир Тирдаун состоит из вокселей, внешне похожих на кубики Лего. Уничтожению здесь поддаётся практически каждый объект, однако в разумных пределах. Я имею в виду, что до центра земли докопаться не получится. Зато всё остальное окружение охотно поддаётся деструктивному воздействию игрока. До пресловутого Майнкрафта, конечно, далеко, но тем не менее реалистичная физика объекта вкупе с масштабной разрушаемостью взаправду впечатляет. В вырве глаз на цветастом, однако самом популярном среди пориджей батл рояля Fortnite наличит неплохая разрушаемость. Тащим-то жвачно-конфетный мирок можно разобрать по винтикам. Деревья, строения, автомобили, элементы интерьера — всё поддаётся тотальной аннигиляции. Правда, есть одно «но». Местные объекты лишены физики, а также модели повреждений чуть менее, чем полностью. Посему наблюдать за реалистичными и зрелищными падениями построек вряд ли доведётся. Хотя ещё год назад ходили слухи, что игру переведут на новый движок, поддерживающий как физику объектов, так и детальную модель повреждений. Но ВОЗ и ныне там. Зато скинчики с танцульками исправно добавляют. Более подробно о реалистичной физике и впечатляющей разрушаемости окружения в игре Control я рассказывал в одном из прошлых видео. Ссылочка для ознакомления в описании. Control, как и Quantum Break, получила неоднозначные пользовательские оценки. Основные претензии GameCommunics'а летели в сторону сюжетной части. Однако визуальная составляющая, а конкретно процедурная разрушаемость, позволяющая буквально расщепить большинство объектов на составляющие, пришлась по вкусу абсолютно всем. Игроделы из Remedy проделали сложную и кропотливую работу, дабы мы, геймеры, могли наслаждаться зрелищным уничтожением неугодных предметов. Спасибо, мужики! Без этого здешние сражения не ощущались бы столь эпично. Возможно, вы не в курсе, что драйвовый онлайн-экшен War Thunder славится не только лишь наличием разнообразной боевой техники, начиная от танков и заканчивая кораблями, но и реалистичной системой разрушения как боевых машин, так и окружения. Взрывай самолеты, танки, корабли, вертолеты, разрушай стены, неугодные постройки, да вообще всё, что под горячую руку попадёт. Прокачивай богатый смертоносный арсенал, кастомизируй технику крутыми скинами, чтоб враги обзавидовались и выкручивай графон на максимум, а почему бы собственно и нет? В War Thunder ты даже можешь полетать на анимешном вертолёте, ну а разве не об этом ты всегда мечтал? Участвуй в эпичных замесах по всей земле от времён Второй мировой до Холодной войны и современности. Прокатись на Т-80 по разным уголкам мира, от песчаного африканского ада до родных берёзок и из суровой Аляски. Можешь играть в War Thunder как в соло, так и с друзьями. Выполняй достижения и получай щедрые ежедневные награды. Устрой зрелищную войну по своим правилам. Переходи по ссылке в описании, скачивай War Thunder абсолютно бесплатно. И крутые бонусы прихватить не забудь. Удача на поле боя, новобранец. Бесишь! Именно так я называю данный пазл-конструктор, славящийся правдоподобной физикой объектов и тотальной разрушаемостью окружения. Смысл игры сводится к созданию хитро выебанной боевой машины, способной выполнить деструктивную задачу. К примеру, уничтожить деревню или сравнять с землей замок вместе с жителями. Бесишь располагает к долгому созданию витиеватых конструкций и тщательному планированию дальнейших действий, которые зачастую оканчиваются моментальным уничтожением скурпулезно собранного агрегата. Зато всё рушится красиво и по честной физике. Короче, каждый объект, находящийся в игре, можно как построить, так и уничтожить. Химера от мира видеоигр, X-Morph Defense, сочетает в себе сразу несколько жанров. Шутер, стратегию и Tower Defense. В роли протагониста здесь выступает враждебная инопланетная раса, возжелавшая покорить примитивных людишек. Коргеймплей X-Morph сводится к уничтожению человеков, без конца прогрессирующей военной техники, построек, укреплений и прочих важных для врага объектов. В то же время не стоит забывать про свою собственную базу, которую кожаные ублюдки при каждой удобной возможности коцают как не в себя. Уничтожению поддаётся буквально каждое строение, включая небоскрёбы. Разве что скалы взорвать не получится, но это мелочи. Данная игрушка даёт уникальную возможность почувствовать себя в роли угнетателя человечества. И сей процесс, скажу я вам, чертовски приятен. Demolition Company и Demolition Build 2018 это симуляторы управления компанией по сносу зданий. Правда, в последнем, помимо разрушения различных объектов, не возбраняется заниматься созидательной деятельностью. В игре доступно несколько видов строительной техники, с помощью которой можно разбирать по кирпичикам абсолютно любое здание. Или вовсе взрывать ко всем чертям, используя старый добрый динамит. Искусство это... взрыв! Кстати, помимо проработанной разрушаемости, Demolition Company может похвастаться взаправду реалистичной физикой. Если вы мечтали поработать на стройке, но при этом ваше деструктивное начало превалирует над созидательным, то настоятельно рекомендую опробовать данные игрушки. Они, к слову, неплохо так снимают стресс. Как мне помнится, практически все игры серии LEGO наделены неплохой разрушаемостью объектов. Поправьте, если я не прав. Однако LEGO Worlds побила все возможные рекорды. Название данной игрушки полностью отражает содержание. Ведь на деле это сборник масштабных миров, выполненных в милое сердце LEGO стилистики. И в торе реальному миру здешние постройки разлетаются так же бодро, как твой любимый набор по Гарри Поттеру во время незапланированного рандеву с отцовским ботинком. Масштаб разрушаемости в LEGO Worlds можно сравнить разве что с вездесущим Майнкрафтом. Да здесь даже можно забуриться вглубь планеты. Ну, разве это не круто? Что уж там говорить об охотно-рассыпающихся зданиях и прочих рукотворных объектах. В общем, ломай не хочу. Игр серии Worms вышло немало, но с каждой новой частью суть остается неизменной. Уничтож противоборствующих червей раньше, чем они уничтожат тебя. А для этого во франшизе червячков существует великое множество разрушительного оружия по типу легендарной овечки или святой гранаты. Использование данных девайсов зачастую сопровождается не только лишь кончиной дождевых соперников, но и картинным разрушением весомого куска карты. К слову, разрушаемость Worms помимо эстетической несет и чисто тактическую роль. К примеру, разрушив тверд под телами оппонента в точном броском гранаты, можно отправить бузотеров на дно морское и все в этом духе. Да что я вам рассказываю? Я просто не верю, что остались игроки, которые обошли стороной легендарную серию Worms. Франшиза игр в тылу врага, также известная за бугром как Man of War, несмотря на свой почетный возраст, а первая игра серии вышла в далеком 2004 году, обладает поразительно детальной разрушаемостью строений. И это логично, ведь было бы странно, если бы во время боевых действий, разворачивающихся в период Второй мировой, здания и прочие объекты после попадания танкового снаряда оставались бы целыми и невредимыми. Благо с этим тут полный порядок. Если ты видишь на карте какое-либо строение, будь уверен, что его можно разрушить вплоть до фундамента. Seven Days to Die это сурвайвал-хоррор-выживач в открытом мире. Seven Days относится к проклятому типу выживачей, которые никогда не выйдут из раннего доступа. Хотя начало разработки стартовало еще в 2013 году. Суть игры ничем не отличается от миллионов подобных поделок. Собирай ресурсы, строй укрепления, расставляй ловушки, крафт всякое говно и пытайся выжить в сеттинге зомби-апокалипсиса. Вроде бы ничего нового, все мы это уже видели, если бы не одно «но». Помимо строительства, здесь можно уничтожать здания и прочие мелкие объекты. Как говаривал Тайлер Дерден, «Имея много мыла, можно взорвать все на свете». Вот тут то же самое, только за место мыла взрывчатка, а вместо мира небоскребы. Однако помните, подрывая местные строения, вы рискуете нехило так озадачить свою видеокарту, ведь у игры нет оптимизации от слова «совсем». И всякий масштабный взрыв моментально превращается в долбанное слайд-шоу. А при учете нынешних цен на видеокарты, игра однозначно не стоит свеч. Проходите мимо от греха подальше. Есть чем дополнить видео или хочешь продолжения? Тогда снизойди в комментарии и напиши свои примеры игр с крутой разрушаемостью, которые обязательно лягут в основу следующего ролика. Ну а ежели данный выпуск тебе понравился, тогда ты можешь стать платным спонсором канала, получив за это приятные ништячки. Или же выполнить простенькую ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дергай похотливый колокольчик, рубай все уведомления на своем ведрофоне, ляпай десантно чистые комментарии. И подписываться на канал не забывай. В общем, будь активным. На этом всё. Всем удачи и... ПАКА! Субтитры сделал DimaTorzok